Всех приветствую, меня зовут Павел Заякин, антивоенная пастырская инициатива о помощи российским добровольцам, которые воюют на стороне ВСУ. Помощь может быть разная, гуманитарная, военная и так далее. В мае этого года, когда я оказался во Львове на форуме, я поговорил там с людьми, которые воюют в легионе свободы России. И как священнику меня интересовал еще такой вопрос. Как у вас с поддержкой духовной, с капелланской поддержкой? И выяснилось, что нет никакой такой поддержки. И когда я сказал, что мы готовы помочь, например, сделать для вас молитвенники, которые могли бы просто в трудной ситуации быть полезными вам, так скажем, духовно-психологически, да, то есть в разных аспектах. Они сказали, да, конечно, это было бы здорово. И вот нас, четыре священника тогда, ветеранских, двое из Синляндии, двое из Эстонии, мы сели плотно, взяли немецкие, финские, эстонские военные молитвенники, американские военные молитвенники. Вот, и в течение четырех месяцев мы работали над тем, что я хочу сейчас вам показать. Вот мы сделали такой молитвенник воина для добровольцев. Здесь молитвы на разные случаи жизни, ситуации, которые могут сложиться в боевых действиях, при ранении и так далее. И когда я обратился в свою нынешнюю церковь в Эстонии к епископу Вове Сантеру с просьбой помочь напечатать, то есть мы готовы были сами собрать деньги, да, он сказал, я найду еще и деньги, и напечатаю, помогу вам напечатать это. И мы сделали тысячу ютубляров. Вот, и я надеюсь, что до конца этого года мы сможем поехать в Украину, передать эти молитвенники ребятам, поговорить с ними, посетить госпитали, может быть, даже посетить лагеря, где находятся военнопленные, и с ними тоже поговорить, потому что, ну... — А на русском языке? — На русском языке? — На русском языке. — Да. Потому что, ну, на украинском языке есть, и капиланы есть в СССР, и все это есть, да, вот. А в подразделениях, где россияне, там нету этого. И Зерка, например, мне говорила о том, что им даются инструкции, как разговаривать с ранеными, и для них это, как для медиков, это очень сложная задача, у них другая задача, у них другая цель, у медиков, да. А им еще вот на них накладывается вот такая какая-то душепопечительская, да, вот работа, которая, ну, как бы не совсем медицинская, да. Поэтому вот я хочу, вот какое-то количество, которое я привез сюда из Сталина, вот, хочу эти молитвенники подарить членам совета, форума. Чтобы, вот, они у них лежали, иногда, может быть, даже не заглядывали в них, и напоминали о том, что есть очень важная часть работы, ну, я не хочу это слово «оппозиция» использовать, сопротивление, да, которое находится вот за пределами России, вот. Это люди, которые воюют на стороне ВСУ, освобождая Украину, освобождая Россию. Спасибо. Спасибо.